МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. Межведовственная комиссия обсудила вопросы о повышении доходов консолидированного бюджета Республики и своевременности и полноты выплаты заработной платы. Подробности у Юлии Важениной. Налог на доходы физических лиц всегда был одной из основных статей пополнения бюджета. Но начиная с этого года, динамика роста по уплате НДФЛ в Республике снизилась. По состоянию на 1 мая текущего года имеется задолженность по перечислению НДФЛ у налогоплательщиков Республики в размере более 700 миллионов рублей. А по состоянию на 1 мая 2014 года данная цифра составляла 520 миллионов рублей. Это на 38% больше от уровня прошлого года. За 4 месяца 2015 года в консолидированный бюджет Чувашской Республики поступил налог на доходы физлиц в сумме 3 миллиарда 57 миллионов рублей, что составляет 97,2% к аналогичному периоду 2014 года. Снижение было на 89 миллионов рублей. Только за 4 месяца 2015 года налоговые органы выявили более 2000 агентов, не уплачивающих НДФЛ в полном объеме. Таких стало на 11% больше, чем в 2014 году. В должниках крупные работодатели. Концерн тракторные заводы, СУОР, ВНИР, Агрохолдинг Юрма и другие. В отношении всех этих налогоплательщиков в настоящее время проводятся выездные налоговые проверки. Сами граждане тоже проявляют инициативу, обращаясь с жалобами на выплату зарплаты по серым схемам. В текущем году в органы пенсионного фонда поступило 10 обращений граждан на нарушение норм трудового законодательства и выплате заработной платы в конвертах работодателями. Проведено 6 проверок выездных. В результате трех случаев факты об использовании серой схемы оплаты труда оплатыщиками подтвердились. Это ООО Витоврунарский район, Медитрина, ООО Медитрина, город Новочебоксарск, индивидуальный предприниматель Федотова Людмила Геннадьевна от РИИ «Славянка». В результате по данным организациям доначислено почти 38 тысяч. На начало года самая большая задолженность по налогу на доходы физических лиц складывается у чулочно-трикотажной фабрики. Ее долг составляет 6,4 миллиона, плюс за первый квартал этого года накопилось еще 5 миллионов. На сегодня компании уже погашено 4 миллиона, а остальной долг руководство фирмы обещает погасить до 31 августа этого года. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Напомним, не так давно член Совета Федерации Леонид Лебедев досрочно сложил себя полномочия. Кроме того, в сентябре истекает и срок полномочий Константина Косачева, сенатора от исполнительной власти Республики. Выборное законодательство предписывает кандидату на пост руководителя региона идти на выборы связки с тройкой претендентов на должность сенатора Верхней Палаты Федерального Собрания. Михаил Игнатьев, о намерениях которого идти кандидатом на выборы главы Республики уже известно, прокомментировал возможные политические варианты. Леонид Лебедев был сенатором от Госсовета Чуваши. С некоторых пор представлять законодательную власть региона в Совете Федерации может только депутат соответствующего представительного органа. В Чуваши это Госсовет. В течение месяца после появления вакансии должна быть названа новая кандидатура. Вакансия – это прерогатива Государственного Совета Чувашской Республики, поэтому вмешиваться в вопросы законодательного органа Государственного Совета я, с одной стороны, как бы людям кажется, имею право, но это право Государственного Совета. Я думаю, они мудрые, справедливые решения примут. Что же касается кандидатуры, предлагаемой главой Чуваши, Михаил Игнатьев с выбором определился. К сведению могу сказать, что в федеральных средствах массовой информации наш уважаемый перед президент Чувашской Республики Николай Васильевич Федоров будет идти от кандидата на должность главы Чувашской Республики. Здесь я могу сказать, я сам, как кандидат будущий, буду просить его, чтобы он дал свое согласие на члена Совета Федерации, на Федеральное собрание Российской Федерации, с учетом его заслуг, с учетом его авторитета. Холодная затяжная весна в этом году повлияла на ход посевной кампании. Несмотря на погоду, сельхозтоваропроизводители уже завершают плановые работы. Расстояние не более 500 метров от одного конца до другого. Если больше, то посередине пустили дорогу специально для полива. А, чтобы катушку прилили. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов эти дни проводит в полях. Надо проверить, как завершают посев яровых культур, насколько много будет высажено овощей и как приживутся культуры, пока еще редкие гости на нашей земле. Несмотря на сложные погодные условия, аграриям удалось приблизиться к плановым показателям. На сегодняшний день более 140 тысяч гектаров уже посеяно. Это на уровне где-то 78% к плану. Конечно, это меньше, чем в прошлом году. Холодная погода не позволила рано выйти на сев, и мы вышли позже. Соответственно, у нас идет отставание. Задача к 18-20 мая завершить сев яровых зерновых и зернововых культур, я думаю, что мы должны выполнить. В Мариинско-Пасадском районе тоже завершают сев. Одно из хозяйств на свои заработанные средства приобрело универсальную технику, способную одновременно как сеять, так культивировать, удобрять и собирать урожай, что намного ускоряет темп выполняемых работ. Александр Гаврилов, Алена Алтухова и Евгений Анисимов. Республика. Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии является неотъемлемой частью работы многих компаний и предприятий. Особенно это важно там, где малейший сбой в подаче может серьезно нарушить рабочий цикл. На биологических очистных сооружениях решили эту проблему. На предприятии появилась МиниТЭЦ. О новом источнике энергии в следующем материале. 500 кВт электрической мощности и 600 кВт тепловой. Такие характеристики у новой электростанции. Наладка и запуск оборудования заняли около полугода. И уже около двух недель она производит тепло и энергию. МиниТЭЦ работает на базе газопоршневого двигателя. То есть на природном газе и весьма экологично. Электростанция генерирует в сеть предприятия электрическую энергию. И соответственно выделяет тепловую энергию, которая используется нашим предприятием для отопления предприятия в зимний период. А также для обеспечения предприятия горячей водой. МиниТЭЦ работает постоянно. И соответственно происходит ее окупаемость. Несмотря на то, что оборудование весьма недешево, срок окупаемости электростанции составляет порядка 3,5-4 года. Станция является резервным источником питания. Также с ее помощью предприятие снижает свои затраты. Работает энергоэффективно. Еще одним плюсом является то, что работа полностью автоматизирована. Все параметры работающей станции выведены на диспетчерский пункт. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Анкетирование родителей чебоксарских школьников показало. 55% хотят, чтобы их дети занимались в спортивных секциях. 45% мечтают о творческой реализации ребенка. Между тем, в густонаселенном московском районе столицы всего две школы искусств. Одна из них расположена в полуподвальном помещении. Скоро ситуация должна измениться к лучшему. Кинотеатр «Сейспель» станет Академией развития творчества молодежи. И в ней найдется место для всех. По словам главы администрации чебоксара Алексея Ладыкова, кинотеатр «Сейспель» с его двумя залами, огромными фойе и другими помещениями отлично подойдет для творческого развития детей и молодежи. Здесь найдется место и для художественных студий, и для музыкальных классов, и для театральных кружков. Один зал, голубой, хотят оставить в качестве сценической площадки, где можно проводить состязания КВНщиков и другие массовые зрелищные мероприятия. В Академии планируют открыть школу детской журналистики, отделение художественной фотографии, хореографическое и хоровое отделение, студию звукозаписи. Министерство культуры, в чьем ведении прежде находился кинотеатр, ничего против не имеет, лишь просит сохранить возможность кинопоказов. Этот экран, самый большой экран в Привозском федеральном округе. У нас в ПФО такого большого экрана больше нет. И все вот эти широкоформатные фильмы можно демонстрировать здесь. Идею реорганизации кинотеатров Центра творческого развития поддерживает и Министерство образования Чувашия. Открытие Академии увеличит на полторы тысячи количество детей, получающих дополнительное творческое образование. В Чебоксарах дали старт 8-му Чебоксарскому международному кинофестивалю. Дмитрий Ковалев продолжит. Торжественную атмосферу в этот вечер не испортила ни пасмурная погода, ни отсутствие красной дорожки у входа. От главной традиции организаторы все же не отказались. Старт фестивалю был дан ударом в киношной хлопушке. 8-й Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов, открыт. Зрителям на этой неделе покажут 11 полнометражных лент и 13 картин, снятых региональными студиями. Многие из этих фильмов навряд ли попадут в широкий прокат. Организаторы говорят, что для молодых актеров и режиссеров этот фестиваль станет возможностью заявить о себе. В 8-й раз проходит фестиваль в Чебоксаре. Более 400 фильмов вы посмотрели в прошедшие годы. Я надеюсь, что традиционно наш фестиваль всегда нацелен на духовное кино, на развитие молодого поколения. Все это вы увидите и в эти дни. Члены жюри отмечают, выбор будет довольно непростой. Множество конкурсных фильмов уже участвовали в кинофестивалях. Как и в прошлые годы, авторам лучших кинолент вручат бронзовые статуэтки Ане и специальный приз главы республики. Эта картина, которую мы должны оценивать, показать, что мы круче, что мы понимаем больше кино и не унизить наших предыдущих коллег-оценщиков. Я хочу сказать, что это большая честь, эти картины пытаться оценить, найти в них что-то, с чего не углядели наши коллеги. В этот раз за призы кинофестиваля борются и три ленты, снятые местными режиссерами. Причем одна из картин звучит на чувашском языке. В конкурсе участвуют и фильмы из Алтая, Якутии и Татарстана. Это огромный рост. Говорит о том, что мы берем пример из других прошедших кинофестивалей и, несомненно, дает нам толчок для дальнейшего развития именно национального кинотографа. Очень важно получить оценку критиков, оценку жюри почетного, который присутствует здесь, на нашем кинофестивале. Очень хотелось бы узнать, что происходит в соседней республике по киноискусству. Я думаю, что, в общем-то, и мы в какой-то степени должны не только не отставать. Для зрителя, я думаю, интересно будет не только познакомиться, но и какую-то новую атмосферу почувствовать. Понимаете, что такое атмосфера, вы знаете, да? То есть совершенно другое отношение должно появиться к кино у людей. Открылся Чебоксарский фестиваль кинопремьерой. Фильм «Старики» молодой режиссер Владимир Вобликов неслучайно решил презентовать именно здесь. В прошлом году он привозил в Чебоксары свою документальную картину. Работа автора тогда впечатлила известного актера Сергея Фетисова, который предложил снять кино по мотивам необычной пьесы. Я всегда хотела фильм снять художественный, да? Мне без разницы было, короткий, полный метр, абсолютно без разницы, вот, значит, потому что не было истории интересной. Вот, и у меня рассказала история, и я понял, что это именно та история, которую я хочу снять. Вот, сразу его увидела в роли гастрита, соответственно, вот, ну и как-то очень быстро все закрутилось, завертелось и моментально все. Фильм «Старики» на этой неделе презентуют и в муниципальных домах культуры. В рамках кинофестиваля авторы картины проведут творческие встречи с жителями Порецкого и Красноарамейского районов. Познакомиться с известными актерами смогут и чебоксарцы. Для горожан они проведут мастер-классы. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Символично, что в канон Международного кинофестиваля 75 лет исполнилось одному из главных летописцев Чуваши. Кинооператор Александр Дымич снял десятки сюжетов о буднях республики, ее достопримечательностях и героях. Примерно так начинаются большинство документальных фильмов того периода. С 1962 года, когда Александр Дымич, уроженец Праги, стал начальником Чувашского корреспондентского пункта Казанской студии кинохроники, он писал киноисторию своей новой родины. Человек с киноаппаратом объездил все районы, заглянул во все уголки, принял участие во всех событиях. Строительство промышленных гигантов и чебоксарской ГЭС. Встреча космонавта Андреяна Николаева и открытие монумента славы. Дорожное строительство и развитие социальной сферы. Альманах на Волге широкой. Лучшее наглядное пособие по истории родного края. Сотни метров пленки. Особо ценные фонды, архивы, электронные и кинодокументации – уникальные исторические источники, которые оставил нам Александр Дымич. В Чувашии продолжается реализация государственной программы «Доступная среда». Социально значимые объекты адаптируются для маломобильных групп населения. Не стали исключением и учреждения культуры. ДК Южный одним из первых учреждений культуры оборудовали таким образом, чтобы посещать различные мероприятия было удобным и маломобильным жителям. Уникальная тактильная мнемосхема для слабовидящих позволяет свободно ориентироваться в помещении. Стрелкой с плюсом обозначается подъем лестницы вдоль пути следования. Верхняя и нижняя ступенька лестницы имеют тактильные накладки. Тактильные плитки на улице и внутри. Оборудованные санузлы. Индукционные петли, звуковые маяки, специальные дверные ручки и особая гордость Дворца культуры. Подъемные платформы для инвалидных кресел. С ее помощью колясочники могут без проблем подняться по лестнице на нужный этаж. Если раньше практически инвалиды-колясочники нас не посещали, то сейчас они облюбовали это место и с удовольствием приходят и занимаются к нам по выходным дням. Стали приходить к нам и слабослышащие. Ну, на такие интересные мероприятия, как фестивали, различные конкурсы. Фильмы мы начали показывать, специальные, специализированные, так скажем, фильмы для инвалидов. В этом году список организаций культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями, пополнится. К столичным музеям и театрам присоединятся три библиотеки Чебоксар. Имени Маяковского, Сейспеля и Национальная библиотека, а также музей Чувашской вышивки. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах прошли открытые соревнования по легкой атлетике среди школьников и учащихся техникумов на призы спортивного клуба «Юрат». Сильным и здоровым дождь не помеха. Во всяком случае, спортивного пыла он не остудил. Около 130 спортсменов несколько часов били за награду. Соревнования, как и многие события этого мая, посвятили 70-летию победы. Однако это не разовая акция, а часть полномерной работы по вылечению молодежи в здоровый образ жизни. Два года назад мы организовали спортивный клуб «Юрат». Поддерживаем молодых спортсменов Чувашской республики и пытаемся с молодого поколения, прямо среди школьников, проводим вот эти соревнования. Тут и стафета, и забег на 800 метров. Все школы, которые изъявили желание, они приняли участие. Жаль, что дождь разогнал болельщиков. Соревнования проходили при пустых трибунах. Но отсутствие зрителей не помешало спортсменам проявить себя. Среди сборных 10-11 классов победителем стала новочебоксарская школа номер 3. В младшей группе победу одержала команда 22-й чебоксарской школы. На этом у меня все. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Субтитры подогнал «Симон»!